Саратов Не будем торопиться 61% владения мячом было у Камаза Но Уступая со счетом 0-1 Так игру Камаз не выровнял А сейчас дальний удар А сейчас вот такая вот проверка Петра Косаревского И Петр Ильич показывает Что он в полной готовности Находится Ждем какое решение примет 13 номер Камаза в этот раз В этот раз все же в штрафную площадь Он бросает мяч И это очень опасный момент Бить надо Павел Горелов Сейчас умел первую действительно серьезную Возможность в матче Забить гол и открыть счет Вот например сейчас Есть вариант Так передача налево Подача в штрафную площадь Это Бабаев И вот мяч уже во Вратарской Услышали меня футболисты Сокола Дошла игра До штрафной площади Камаза И не просто до штрафной площади А даже до Вратарской И пришлось вступать в игру Артуру Анисимову Роман Защепкин И Николай Ермола Вот такие вот игроки В запасе сегодня У Камаза А Сокол снова атакует А Сокол снова создает Момент удар И мяч в сетке 1-0 Ну вот вам и отсутствие Владения мячом Ну вот вам и отсутствие Инициативы игровой Пожалуйста Начинается второй тайм Буквально Две атаки И мяч в воротах Выходит вперед Сокол Так сейчас мяч на левом фланге Хозяева все еще с контролем Ой как хорошо сыграли Ой как хорошо Нашли партнера Бить надо В ближний угол Попадает Не получается Выиграть борьбу за мяч Но тем не менее Все же остаются с ним Путболисты Камаза И вот такой вот заброс Как будто за шиворот пытался Давид Караев Забросит мяч Петру Косаревскому Косаревский к этому Оказался готов Велико вперед Выбивают мяч Хозяева Так а вот это уже 55 номер Сокола Сам попробует Сам попробовал ударить И мяч отправляется На угловой Что в общем-то Тоже очень и очень Неплохо Уже все Уже в любой момент Может дать Финальный свисток Алексей Лопатухин И он это делает 1-0 Сокол Одерживает победу Над Камазом И Записывает свой актив 3 балла Таким образом У Сокола Становится в этом сезоне 7 очков Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...